Мы закончили с вопросами, благодарим Наталье Андреевну, и у нас есть возможность сейчас очень коротко выступить, естественно, не подводя итоги, тем более, что философия, как выяснилось, совершенно бесполезна, но все-таки несколько слов сказать о том, как мы выстроили сегодняшнее седание и что мы хотели делать в будущем. Пожалуйста, можете выйти, две минуты. Только представьтесь, пожалуйста, будьте добры. Шульц Эдуард Олегович, СПГГУ-физик и философ по призванию. В рассуждениях о культуре, о ее роли, к сожалению, мне кажется, не прозвучал один очень важный момент, который состоит, как мне кажется, в том, что при достижении некоторого уровня технологического производства обеспечения выживания человечества культура становится более доминантной по отношению к экономике или не становится с вашей точки зрения, потому что это чрезвычайно актуальный вопрос. Ну и что касается роли философии, кризис философии, не кризис философии, как она соотносится с позитивными науками, мне кажется, нужно исходить, я не знаю, прав я или нет, это тема для дискуссии, нужно исходить из того, из теории систем, из того, что философия сложная на самом деле, подсистема, но в общем сложная система, и в ней должна быть консервативная и оперативная составляющая, и наука тоже. Так вот, философия по отношению к науке – консервативная составляющая. Это означает, что она наука обо всём, в самых главных свойствах. Спасибо. Спасибо. Есть желающие две минуты сказать о том, что такое философия? Васхайс Денкен, да? Что значит? Нет? Нет? Александр Иванович, пожалуйста, две минуты. Профессор Субетта, Александр Иванович. Уважаемые коллеги, все три доклада на меня произвели большое впечатление. Я просто поднялся на эту трибуну для того, чтобы сказать, что, на мой взгляд, культура, наука, философия, сам человек переживает глубокий кризис, если не катастрофа. И если глобальный экологический кризис развивается, на мой взгляд, мы уже перешли в конце 80-х, 90-х годовую первую фазу глобальной экологической катастрофы. Если зеленая земля стала серой, а количество уничтоженных лесов такое за 20-й век, что где-то осталось около 30%, фактически уничтожается витальной базис человечества, то это означает, что человек, как зеркало окружающей природы, которое деградирует в результате его хозяйственной деятельности на земле, переживает катастрофу. И ведущие ученые, например, Капра, они четко подсказывают, что линейный тип мышления оказывается неадекватным окружающему миру. Сложность мира подскочила за последние 20 лет на несколько порядков. Это и экологическая связность всех стран мира, это одновременно и ростущая технологическая системность окружающего мира. И мы с вами наблюдаем, вот, катастрофа, допустим, авиакатастрофа в Казани и прочие-прочие вещи, это отражение по отношению к России системной катастрофы. Я считаю, что философия, это есть некий координатор, синтезатор всех знаний научных, и она должна отвечать на ключевые вопросы мира, которые стучатся в человеческий разуме. Спасибо. Спасибо, Александр Иванович. Есть желающие? Марина Михайловна, тогда несколько слов. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Мы с Алексеем Алексеевичем должны закрыть пленарное заседание, но это не означает, что мы заканчиваем, мы заканчиваем дискуссии, дискуссии только начинаются, мы надеемся, что тон, который был задан пленарными выступлениями, не будет излишне катастрофичным, она против нас будет радовать и внушать оптимизм. Не хотелось бы на катастрофичной ноте заканчивать сегодняшнее заседание. Я думаю, что мы найдем в себе силы, духовные силы подняться над теми ужасами, которые мы сами себе рисуем, и их преодолеть. Я передаю слово Алексею Алексеевичу. Я надеюсь, что он нам скажет несколько напутственных, радостных фраз. Спасибо, Марина Михайловна. Вот что я не могу сделать, так это сказать напутственные слова, особенно с того, как они объявлены. Но вы знаете, уважаемые коллеги, мне кажется, мы очень хорошо сегодня поработали, представили разные точки зрения, от утверждающей, от констатирующей, до той, которая говорит о кризисе. Но если вот мое мнение, да хотя мнение, конечно, оно всегда как-то проигрывает отношение к истине, я не нахожусь в отчаянии. Мне не представляется, что ситуация является столь безвыходной, а когда она была лучше? Да, в философии возможны различные движения, но философия одна, потому что мир один, и она всегда занимается родовыми сущностями. И вот если мы говорим о приоритетах, то здесь идеалитический материзм, да, он сюда укладывается, и рассуждение марксизма. Вот Сергей Иванович ушел, он написал книжку «Маркс против СССР», и проблематика медиафилософии, проблематика событий. Здесь все сходится, и речь не идет об эклектике, речь идет о неком топологическом новом взгляде, об ориентированном топологическом. То есть эти позиции, они вступают в некоторые соотношения, в диалог, или интрасубъективность, или трансцентральную прагматику. Но все эти позиции складываются в актуальный поиск смысла. Мне представляется, что философия, вот здесь возникал вопрос о том, что это такое, и были даны ответы. Философия — это просто проблематизация бытия. Это живой опыт, живой опыт мысли. И вот если так понимать, то действительно мы сегодня переживаем огромные разрывы. Как бы континуальность классического философского сознания, она постоянно испытывает сбои. Вот как Гамлет, когда он встречается с призраком, он говорит, ну, переводит по Стернаку, «Прервалась в ней связующая нить. Как мне обрывки их соединить?» Да, вот проблематизация бытия, некоторого разрыва. Мы этот разрыв описываем через экологию, через другие проблемы. Но тем не менее философия — это утверждение. Собственно, это главная задача — поддерживать мир. И мне представляется, что вот наше сообщество, так сегодня представившее свое точки зрения, и в вопросах, и в ответах, и в дискуссии, и это будет разворачиваться еще дальше, оно, собственно, призвано именно для этого — поддерживать мир. Человек чрезвычайно неустойчив. Не нужно его подталкивать к отчаянию, как известно, боящейся в любви несовершен. Поэтому наша задача — находить те формы мысли, которые бы способствовали нашему существованию. Сегодня в России регионы, многие регионы находятся просто в ситуации социального аутизма. Они как бы выпрошены за возможное понимание того, что происходит. Горизонты отсутствуют. Поэтому задача мысли — находить вот эти конструктивные позиции. Мне представляется, что здесь чрезвычайно внимательно нужно быть к самому символическому порядку, то есть к самому строю философской мысли, а также быть предельно внимательным к тем местам, в которых эта мысль конфигурируется. Она возникает в университете, да, и за ее пределами. Если мысль не будет там как-то действовать, то действительно к нам абитуриенты не придут. То есть вот эта множественность распространения философской мысли, вот она представляет собой огромную проблему, как понять единое во множественном. Я еще раз от имени Марьяны Михайловны и себя, и Сергея Ивановича Дудникова вас всех благодарю. Пожалуйста, давайте продолжим нашу работу на симпозиумах. Всем спасибо и всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.